всем привет с вами сергей проект по и сегодня рубрика книжные покупки в которой я рассказываю что интересного что нового я приобрел что-то нашел на скидке делюсь с вами радостью от покупки надеюсь из этого вас тоже что-то заинтересует что-то вы для себя присмотреться может просто порадуетесь вместе со мной или будете ждать отзыв на какую-то например новинку начну я с комикса большого комикса стал стенного большого которые покупаются у меня по порядку издает издательство азбука называется он транс метрополитен выходит он в такому делик сом варианте и это уже четвертый том 4 том про необычного spider spider это журналист журналист в будущего до в городе который на самом деле очень неприглядные но там можно насмотреть и видеть отсылки к современности видеть грязь политиков видеть сумасшествие общества тут многое вскрывается да и сам герой очень специфический я знаю что не всем зайдет такое чтение вот здесь много моральности много каких-то сцен шокирующих строго 18 плюс тут еще и нецензурная брань но то что этот комикс не оставит вас равнодушным это однозначно поэтому естественно ознакомиться лучше с первого номера что прям въехать во все это но я все равно с каждым последующим номером понимаю и вижу необычные какие-то взгляд на политику мне нравится как он пытается все-таки что-то изменить и несмотря из-за всей его может быть грубостью какой-то нарочитостью я просматриваю гораздо больше человеческого чем у окружения вокруг него ну про это можно даже отдельный выпуск снимать но однозначно комикс must read двигаемся дальше все еще издательство азбука и уже ближе близится к завершению уже финальный том надеюсь скоро анонсирует а пока предпоследняя книга книги 6 из цикла который называется ключи от королевства вот так шикарно издана тут еще на игру объемно почему так трогаю обложку потому что тиснение такое шикарное и это гард никс и уже 6 книга который называется превосходная суббота если вы помните каждый день недели это существо которое владеет ключом и главный герой это мальчик который попадает в этот другой мир и пытается разобраться пытается во всем этом найти но если вначале он не хотел этого ничего то теперь он хочет наоборот поставить точку быстрее бы все закончилось и потому что нашествие магия если помните фантазии здесь автора сумасшедшая потому что здесь много слов из больших букв здесь очень много неожиданных фантазий и особенно жгутом например книжный шкаф по которым по полкам надо добираться там по несколько часов и это все из ног много много всего и здесь уже чувствуется что близится завершение потому что уже и темп такой пошел уже бы большой уже у главного героя уже есть много ключей он уже движется движется к финальной части мне уже очень интересно на что и себе представляет суббота ну и естественно финальное воскресенье кто он и что там за полномочий вообще как все раскроется вся эта тайна зочи и со всеми другими персонажами естественно читать строго сначала вот и если вначале вас не зацепит вот ну там манера все время придерживается и вот уже по первым тома можно понимать что будет примерно дальше то есть начало прочитать первый том если вам такая фантазия такой подход понравится стоит приобретать весь цикл не всем тоже опять же зайдет я не говорю про какую-то исключительность текста вот скорее про то что она действительно специфическая если такие сказки там не знаю как гарри поттер и так далее в основном нравится прям большинству прочитавшим то вот это скорее будет вызывать ну найдет своих фанатов но некоторые будут вызывать недоумение как это вообще такое можно воспринимать как литературу что это здесь за такие образы почему-то много существ с большими буквами там и так далее все еще азбука ну что азбука прям анонсами и наконец-то из типографии по приезжало очень много шикарных вещей вещей циклов которые я скупаю авторов за которым я слежу и отзывы например есть и вот на гард оникса и на трансметрополитен у меня есть отзывы естественно есть отзывы на саймона sky rose еще одна новинка то 5 вам не бусы здесь два произведения добыча золотого орла и пророчество орла в серии за big book у азбуки исторические роман диджей корнелл например выходит у меня есть отзывы на первой книге цикла и сейчас например я читаю уже следующую второй томик тоже ждите отзыв на канале напоминаю здесь макрон и котом 2 мужской товарища хоть один подчиненный а другой нет вот через римские легионы узнаешь очень много про приключения их и в британии и здесь написано что они ожидают расследования ох лучше бы я это не читал по чтоб сразу спойлер написано что произошло предыдущей книге я его звучать не буду и вы тоже аннотацию не читаете вот лучше все-таки по порядку все отложил в сторону то совершенно не значит что книга плохая это просто говорю я не хочу себе еще больше заспорить я все-таки реально мне нравится как эти персонажи заговор раскрывают как они там внутри легиона продвигаются дружба каких мужская выстраивается как вот там еще персонаж дополнительный появляется еще какие-то исторические факты узнаешь ну там действительно очень интересно читать ну а это серия звезды мирового детектива вот и если про дуэт дугласа пресса на линканчайль да я вам рассказал практически все про все тома которые вышли на русском языке тоже есть отзывы на канале про их сольников у меня еще не так много отзывов и вот в частности это сольник от дугласа пресса называется он кодекс и и судя по тому что там пирамиды нарисована и по описанию сюда уже можно смело заглянуть нам тут обещается что приветствовать света заявляет максвелл бродбенд на видеокассете которую он оставил троим сыновьям прежде чем исчезнуть вместе с коллекцией редких произведений искусства драгоценностей и артефактов легендарный охотник за сокровищами бродбенд решил похоронить себя заживо в древней гробнице но ее местонахождение не указал если сыновья желают получить сказочное наследство они должны отыскать могилу отца и так на карту поставлено полмиллион полмиллиарда долларов в эту сумму оценивается коллекция но поистине несметное богатство может принести владельцу один из экспонатов так называемый кодекс майя рукопись в которой описываются лекарственные средства от смертельных болезней братья отправляется в дальний путь по одиночке не подозревая что кое-кто тоже хочет прибрать к рукам коллекцию эту погони приключения я такое люблю помните и 2 2 присты например мне даже историческим понравится вещь там где он рассказал поиск затерянного бога там где прям с фотографиями так далее это было круто читать вот но посмотрим что что здесь будет двигаемся дальше теперь уже новинок от азбуки пока нет сейчас перейдем к новинке от издательства ст серия мастера ужасов довольно толстый томик сегодня у предвами точнее передо мной ну и перед вами тоже да это грек гифиум и здесь дикари и дети хаоса сейчас я так беру автоматом все даже не посмотрев что это роман да это роман и дикари и дети хаоса являются романами здесь мы привыкли до что бумага здесь не очень качество ну как то знаете на это закрываешь глаза потому что радуешься цене хотят да по сравнению с предыдущим томиком выросла но мы на это никак повлиять не будем мы на это никак повлиять не можем вот поэтому смотрим что нам обещают здесь эти роман дикари все началось как обыкновенный отдых нескольких друзей на яхте в тихом океане но когда корабль тонет во время шторма оставшиеся в живых заносит на маленькие судя по всему небитаемый остров который находится в милях от их первоначального курса путешественники пытаются обустроиться ожидая спасения но попавший им остров далеко не тот рай которым показался изначально это место подлинного ужаса и смерти давно похороненных и забытых тайны здесь и что-то живое существо которое хранит секреты этой позабытой всеми земли настоящий хищник который не остановится ни перед чем лишь бы защитить ее мрачное наследие таким голосом наверно вычитать второй роман дети хаоса под пролюным дождем три подростка фил джейми и мартин встречают загадочного человека покрытого страшными шрамами который изменит их жизнь и сами их души эта встреча закончится очень плохо и вскоре парни поймут что возможно перед ним был не человек они что больше даже спустя 30 лет память о том вечере терзает их по-прежнему фил стал средней руки писателем развелся страдает от пристрастия к алкоголю как типично джеймс священник лишен и санны с темными секретными страстями а мартин сошел с ума возомнил себя богом и надолго исчез и снова объявился мексике став главой зловещей кровавой секты когда умирающая мать мартин опросит вернуть ее блудного сына домой фил отправляется в путь еще не ведая что эта поездка обернется настоящим путешествием в сердце тьмы а его бывший друг далеко не так безумен как все говорят вокруг ну такое необычное завлекающее посмотрим как все будет читаться ну творчеством гифмана вы ему знакомы есть отзыв даже у меня на канале можно посмотреть посмотрим что будет на этот раз точно есть отзывы и на этот цикл ой верх ногами это яссо к пикаре я плевался от первого тома потом когда я смирился привык персонажу к как я опять его не выговорил мордимер мандер дин вот инквизитор и собственно цикл называется инквизитор с его манерой снисходитель так далее 2 3 то меня уже втянулась там уже в три боли в конце были очень жирные такие интересные намеки что за странности в этом мире что сам за странный и исключительно наш инквизитор надеюсь здесь побольше всего расскажется знаю что дальше идут уж всякие приквелы и вбоквелы еще финально эти потом еще не написан а вот но то что есть будем читать что есть и более издают на самом деле с обложками очень атмосферами хорошо издают эта книга от фан-зона вот и будем разбираться он потому что тут нам подскажется что мордимер отправляется в императорскую столицу посетить замок магната которого обвиняет богохульных ритуалах примет участие в крестовом походе святейшего господа против еретиков среди девушка с татуировкой змеи голубки и сопроводит ее ко двору барона вампира ну как вы помните там обычно рассказы вот и с общей с общим продвижением персонажа но с определенными минусами там герой пришел какая-то догадку есть общая теория к это догадка маленькая естественно маленькая догадка всегда кажется правдой и и надеюсь тут что-то что-то изменится посмотрим далее это у меня пока еще он запечатан но естественно листалочку я вам сниму это новый номер журнала мир фантастики 221 за апрель 2022 года как мы видим тематика детективы и древние про систему зов ктулху вот и сзади реклама юристическая фантастика ну в общем листалочку я вам сниму там в любом случае поподробнее все это посмотрим даже еще ценник от хомби ворлд я не убирал и финальная книга не новинка я вам ее покажу 18 плюс она идет автор мне заинтересовал потому что на хватался премий и тем более авторы и прозаики музыкант и он еще и автор получивший за роман земля премию национальный бестселлер за сборник рассказов ногти шорт лист премии андрея билла мы вышли покурить на 17 лет при читательского голосования премии нос там и так далее я говорю о михаиле елизарове и вот сегодняшний роман это библиотекарь роман который достоин премии русский букер и породивший скандалы дискуссии в обществе роман о священных текстах но бескнижной пыли борхеса и и к вот так его рекламируют мне очень друг его советовал прочитать говорит что действительно крутая вещь опять же специалисты кто читал подскажите кстати и как издана мне вот нравится да такая стилизация под старую книгу смотрится очень очень интересно на самом деле кстати наверное одна из первых книг у меня от редакции елены шубиной что вот потому что наверное я практически ни разу в покупках и не показывал книги этого издательства вот такие мои книжные покупки надеюсь вам что-то понравилось что-то из этого вы прикупите себе вот надеюсь вы ждете на что-то из этого отзывы про это вы тоже обязательно укажите в комментариях всем хорошее настроение читайте хорошие книги а с вами был сергей проект по пока и